Здравствуйте, дорогие братья и дорогие сестры нашей родной, любимой церкви в Тюмени. Вы находитесь глубоко, но недалеко в наших сердцах, и мы вас очень любим. И, конечно же, всей душой и сердцем желаем увидеть вас лично, чтобы провести время в общении. Но пока мы не знаем точно день и час, когда это будет возможно. И пока, благодаря нашим технологиям, мы можем делать то, что мы делаем. И я надеюсь, что вот это общение, которое у нас есть, то общение, которое мы поддерживаем, мы, благодаря Ему, можем сохранять нашу дружбу и единство. Мы очень благодарны Богу за нашего брата Якова, который назидает тело Христова и служит различным нуждам, которые есть в теле Христа. Спасибо всем. Благодарю Бога особенно также за моих родителей, за моего папу, который печется о помещении. Спасибо ему огромное. Он очень ответственный человек и вкладывает просто свою душу в это. Также моя мама драгоценная и другие братья и сестры. Спасибо вам всем огромное за то, что вы не покидаете своего собрания. Хотя, наверное, я думаю, такая мысль, возможно, у вас возникала, что, может быть, мне надо куда-то в другое место пойти, где, может быть, больше верующих, где музыка веселее и так далее. Но я хочу сказать, что мы должны следовать зову Духа Святого в нашем сердце. И если мы слышим его, значит, мы будем следовать воле нашего Отца. И мы, конечно же, благословляем всех тех, кого, кто, возможно, может быть, перестал приходить на собрания. Мы их также любим. Они также являются частью одной нашей Божьей семьи. И мы верим, что Бог приведет новых братьев и сестер. Но самое главное, чтобы мы, имея то, что имея, чтобы мы друг друга поддерживали и укрепляли словами назидания, любви и наших молитвах. Я вас всегда приглашаю присоединяться. Те, кто еще не присоединился, по четверга мы делаем общение в 8 часов вечера. Это очень замечательное общение. Такое оно очень интернациональное. И Господь нам посылает и гостей, которые просто в простоте сердца делятся с нами теми тайнами, теми жемчужинами, которые обогащают нашу духовную жизнь, наш духовный опыт. Об этом я вас всех приглашаю. Не стесняйтесь. Приходите. Вся информация у нас есть в чате или у Иакова. Итак, братья и сестры, сегодня я хочу буквально ненадолго с вами поделиться от сердца к сердцу тем посланием, которое есть на моем сердце. И давайте с вами помолимся. Дорогой наш отец, как чудесно нам быть сегодня вместе. Господи, слава и хвала Тебе. Спасибо Тебе сегодня за Твоего Сына Иисуса. Спасибо, что мы через Него нашли и пришли к Тебе. И что Ты обогатил нас всеми духовными благословениями в небесах. И мы уже в небесах. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам это удивительное место в Твоем сердце, в Тебе. Спасибо, что мы неразделимы, Господь. Неотделимы от Тебя и от Твоей любви. Спасибо, что Ты так снисходительный, что Ты так милостив и так много прощаешь нам. И Ты это можешь делать, потому что Ты Бог щедрый, Бог милости. Спасибо Тебе, Господь, что можем снова и снова вставать и снова идти за Тобою, с Тобою. Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя сегодня за наше общение, за то, что Ты сейчас находишься здесь. И что Ты нас любишь, что Ты нас обнимаешь. Что Ты нас никогда не оставляешь и не покидаешь. Слава Тебе! И мы молим Тебя сейчас за все нужды, которые перед Тобою сейчас. Мы их приносим. И мы доверяем Тебе за исцеление, Господь. За исцеление нас, за исцеление наших близких, семьи наших. Особенно за семью Ложкиных, Господь. За все Тебя близких, Господи. Во имя Иисуса мы, Господь, обращаемся к Тебе, Отец. И мы просим Тебя об исцелении. И мы запрещаем всякой атаке врага, которая сопротивляется, Господь. И идет против, Господь, них. Мы просим Тебя явить свою славу, свое могущество, свою милость и любовь этим людям, Господь. Этим близким. И да прославишься Ты, Господь, единственный Бог. Бог Богов и Царь Царей. Аллилуйя. Слава Тебе. Аллилуйя. Благодарим Тебя. Поклоняемся Тебе, живому Богу, единственному Богу, нашему Отцу. Слава Тебе, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. И еще раз, аминь. Братья и сестры, как здорово, что мы можем молиться. Как можем, что мы можем приходить вот так смело, с дерзновением к престолу благодати. С невероятным почтением, но в то же самое время с дерзновением. И так наш Отец хочет, чтобы мы приходили и верили Ему. И сегодня я хочу, чтобы мы с вами открыли историю из Евангелия от Иоанна, восьмую главу. И, к сожалению, когда я готовился к этой проповеди, я, так как я говорю прямо здесь, с работы, я не смогу взять с собой русскоязычную версию в печатном виде. Она есть у меня в телефоне, но я не смогу ее прочитать, эту историю. Но я попрошу, чтобы кто-нибудь, кто находится там сейчас в собрании, Яков или кто-то из других братьев, прочитали сейчас Евангелие от Иоанна, восьмую главу. И мы прочитали не всю главу, а именно только историю. Историю Иисуса и женщины, пойманной при ободеянии. И вы сейчас можете сделать и прочитать эту историю. И затем продолжить дальше. Итак, раз мы прочитали, и мы сегодня хотим поразмышлять о том, о чем здесь действительно написано. И фраза, которая, я думаю, на всех нас, несколько фраз, которые мы читаем в этой истории, которые у нас, наверное, глубоко остались в нашей душе, и те фразы, которые на самом деле стали своего рода крылатыми фразами, которые используются даже людьми в мире. Такая фраза, как, итак, кто из вас без греха первым брось камень. Такая фраза, да. Или такая фраза, иди, я тебя не осуждаю, иди и больше не греши. То есть эти фразы, они говорят нам много о Боге, на самом деле. Давайте с вами перенесемся в эту историю и попробуем отождествиться, стать ее участниками. Потому что это то, вот для чего эти истории Бог нам дал. Они не произошли, на самом деле. Это не просто часть какого-то сценария для фильма. Это реальные живые истории. И мы видим в этой истории несколько групп людей. Одна группа людей – это фарисеи, книжники, которые привели эту женщину. И сказано, да, о том, что они привели ее и начали ее обвинять, и спрашивая Иисуса о том, что он скажет, что он им скажет, да, по поводу этой женщины. Нужно ли ее побить камнями или нет, потому что закон Моисея требовал это. И евангелист пишет нам, что они делали это с целью, чтобы его в чем-то обвинить. То есть Иисус знал, да, он понимал, к чему клонят эти люди. Он знал, что они жаждали справедливости. Они, давайте скажем тогда, жаждали крови. Мы можем называть этих людей, скажем, такой духовной полицией. Да, книжники фарисеи – это были духовные полицейские, которые где-то выискивали согрешающих людей, и потом они пытались их наказать. И Господь увидел, да, вот именно в них, Он увидел, да, вот этот скрытый мотив. То есть эти люди на самом деле не просто жаждали справедливости, они хотели обвинить Христа. Потому что, с одной стороны, Он учил милости, Он любил грешников, но, с другой стороны, закон требовал справедливого наказания, да, этой женщины. И вообще, конечно же, сама картина, да, она очень трогательная. Почему? Потому что эта женщина, да, она была, в принципе, на волоске от смерти. Они, в принципе, друзья, они могли это сделать с ней, ну, не перед Христом. Они могли просто отвезти куда-нибудь ее и забить ее камнями. Но, слава Богу, да, в тот день они привели ее к Иисусу. И это на самом деле так удивительно, потому что, да, вот в этом, в этом, скажем так, в этой истории, да, сатана, настолько он был, как бы, ослеплен тем, что он хотел, он хотел одержать победу над Христом. Он хотел обвинить его в чем-то. И то, что сделал Иисус, то, что он им сказал, это настолько развернуло все в другую сторону, да, и виновного человека, которого к нему привели, и люди, которые, казалось, были, казалось, ну, которые на самом деле были невероятными лицемерами. То есть Господь научил их всех чему-то очень важному, драгоценному. И, конечно же, Он научил их о том, насколько велико сердце Бога, как оно полно любви для грешника. И, в принципе, женщина, да, вот эта, она оказалась совершенно в безвыигрышном положении. То есть она была обречена по законам того времени. И женщина сама по себе в те времена, в древние, она имела очень мало прав. Но женщина, которая была поймана в пролебодиане вдвойне, да, она была вдвойне виновна, можно сказать. И было, в принципе, уже все, ситуация была проиграна для нее, жизнь была проиграна. И как удивительно, да, что, когда они привели ее к Господу, я хочу, чтобы мы поняли, да, сегодня, как Бог смотрит на грех на самом деле. И как мы смотрим на грех. Бог и мы смотрим на грех совершенно по-разному. И кто-то, да, читает, да, может быть, вы или я, мы читаем эту историю, и мы думаем, ну, подожди, если он так поступил, если он не осудил эту женщину, то что это говорит нам, что, значит, он относится совершенно так лояльно к греху? Так ли это на самом деле, да? Или, то есть он просто готов смотреть сквозь пальцы, и таким образом, как бы, грех – это не такая большая проблема. Так ли это на самом деле? Как вы думаете? В этом ли, как бы, суть, что он, как бы, смотрит, он совершенно, как бы, смотрит на грех вот так легко? Я верю, что ответ, конечно, нет. Бог знает цену греха. И он понимает, да, что грех – это, грех – это как апостол Павел в Римлянам 6 главе. То есть он называет грех, на самом деле, он называет этого, как жестокий хозяин. То есть это тот, рабом, кого вы становитесь. И вот почему Библия говорит, что называет человека, да, рабом греха. Быть рабом – это унизительно, это тяжело на самом деле. Потому что твой господин, он требует от тебя служения, он требует от тебя работы, и в конце концов он приводит тебя к смерти. И грех, да, по сути, да, то есть это является нашим врагом. Он является нашим другом. Он является нашим врагом. И Господь знает цену греха. Он знает, что производит грех. Мы видим, мы, в принципе, да, сегодня видим мир и все его проблемы, все его беды. Это результат греха. И грех, по сути, да, его как бы, его истинная сущность, да, это в том, что грех произвел разделение, грех произвел смерть в человеке. И Бог, да, вот именно в этой истории, он показал, что он отделяет, он разделяет грешника и грех. И у нас, как бы, да, у нас другой взгляд на грех. То есть мы видим грех и грешника как что-то единое целое. Павел, помните, да, в седьмой главе послания Криминого, он говорит, что когда я грешу, это уже не я грешу, но живет грех, но грех, который живет во мне. То есть он разделял грех и грешника. То есть себя от отделял от греха. Да, грех, он унижает нас, он делает нас, скажем так, плохими, он показывает, да, какие-то низкие качества в нас. Но, по сути, грех, это вот действительно как хозяин, который берет твою жизнь и контролирует тебя. А вспомните последний раз, когда вы грешили, да, это, возможно, было сегодня, да, когда вы, да, что-то такое грубое сказали, да, своей жене или своему мужу, когда вы, может быть, кого-то, не знаю, что-то вылетело из ваших уст. И вы, на самом деле, по сути, да, вы понимаете, да, что вы не смогли контролировать это. То есть контролировал в вашей жизни грех. А что контролирует сегодня людей, сегодня? Это жажда, нажива, может быть, жажда обогащения. Кого-то сегодня контролирует неудержимое вожделение или похоть. Когда человек находится, например, одержим страстью, не знаю, сексуальными какими-то желаниями своими. То есть они буквально захватывают душу и тело человека. Человек не может контролировать себя. Он чувствует, как будто какая-то чужая сила руководит его жизнью. И это на самом деле так. Грех – это чужая сила. И Бог, Он это знает, Он прекрасно это видит, и Он прекрасно оценит, Он разделяет грех и грешник. Он отделяет мух от котлет, как мы говорим, да. И вот почему, когда перед Ним была вот эта женщина, Он отделил ее грех от нее. Конечно, Он знал, возможно, что-то большее об этой женщине. Но вот именно в этой ситуации Он показал, что грех, которым она была грешна, то есть полюбодеяние, это был грех. Это был реальный грех. Но в сравнении с теми людьми, которые стояли перед Ним и обвиняли ее, Он показал, что их грех был не менее серьезным, а может быть, даже и более серьезным. Потому что они были виновны в лицеприятии, они были виновны в лицемерии. Они не пытались осудить невиновного, она была виновная. Но то отношение, с которым они пытались осудить ее, было неправильным. Оно было богопротивным. И вот это удивительно, неправдались, что Господь отделяет, Он разделяет грешника от греха. Он ненавидит грех, друзья, Он ненавидит грех, но, друзья, Он любит грешника. Он любит грешника, Он любит грешника. И мы никогда, нам трудно это понять, нам действительно это трудно понять, потому что мы смешиваем грех с самими собой. И наш враг, он как раз именно к этому и стремится. Когда мы грешим, мы чувствуем себя грязным, мы чувствуем, что мы плохие, что мы нелюбимы, мы не приняты Богом. И мы начинаем себя бичевать. И потому что мы себя бичуем, да, мы думаем, что и Отец нас бичует, что Он нас тоже не любит, и Он нас бьет. И почему мы так думаем? Мы думаем, я верю, что мы думаем так, потому что мы думаем, что мы отделены от Него этим грехом. Но я хочу вас спросить, когда вы впадаете в грех, что делает Иисус в этот момент? Отделяет ли Он себя от вас, отступает от вас и говорит, ладно, пока ты не изменишься, пока ты не исправишься, пока грех в своей жизни не уйдет, я не вернусь. Я не буду тебя любить, я не буду с тобою. Вот когда все исправишь, тогда, пожалуйста, я приду. Так ли Он на самом деле думает? Как ни странно, я хочу сказать, что много верующих так думает. Они думают, что Бог вот именно так себя ведет по отношению к нам. Друзья, Он ненавидит грех. Он ненавидит беззаконие. И это огорчает его сердце. Но Он любит нас. Он любит нас, как своих детей. И как удивительно, да, что в этой истории женщина, у нее нет имени здесь, мы не знаем ее имени. Но она представляет всех нас с вами. Она даже не просила у него прощения, потому что она знала, что она виновна. И ей нет, на самом деле, она не заслужила никакой милости и прощения по закону. И они, в принципе, привели ее к тому, кто дал закон Моисея. Моисею закон дал. Но Он не осудил ее. Но Он не осудил ее. Он ее не осудил. И Он простил ее даже не без всякого прошения с ее стороны. И как мы сказали, что Иисус, да, вот в этой истории, Он показал, насколько лицемерие, лицемерие, на самом деле, гораздо тяжелее, более тяжелый грех, даже чем это пролюбодеяние. Когда, в принципе, что такое лицемерие, да, то есть, когда эти люди, на самом деле, внешне, они были благочестивыми. Они вели себя так, как будто они праведники. Но внутри, да, в Матфея 23 глава, если вы почитаете, да, вот эти обращения Иисуса к фарисеям, где Он говорит, горе вам, горе вам. Он называет, вы гробы окрашены, гробы, которые красиво выглядят, но внутри они полны костей гниющих этих, смердящих. То есть, Он говорит, что вот вы, как бы, вы пытаетесь стать примером праведности, следуйте за мной, делайте, как я. Но на самом деле, внутри вашего сердца у вас зависть, вы осуждаете, вы превозноситесь, вы гордитесь. Вы гордитесь своей праведностью, вы гордитесь своими делами, которые вы совершаете, да, сколько там вам молитесь, сколько вы там даете, или сколько вы там паститесь, как Он говорит им, да. Но когда перед ними, да, оказывался такой человек, который нуждался в милости, эти люди не могли дать милость, они могли только дать ей закон. Мы спросим, да, сегодня, ну, разве не Бог дал закон? Разве это не Его было повеление, да, судить таких людей? Да, мы читаем Ветхий Завет, и мы видим, как на самом деле Бог показывает, да, строгость. И для наций, которая должна была быть святой, освященной перед Ним, они не могли быть вовлечены, да, в такие грехи. И это было очень серьезно. Но, как мы еще раз сказали, здесь, в этой истории, мы видим, что Иисус показывает всю низость лицемерия. Мы не лучше никого другого. Никого другого. Вы не лучше, я не лучше вас, вы не лучше меня. Сколько бы, какой бы мы праведностью не обладали. И у меня как бы недавно был такой небольшой блог о праведности. Может быть, скоро мы поговорим о праведности, о значении праведности для верующего. Что мы смотрим на праведность, как на какую-то репутацию, благодаря которой мы становимся святыми, какими-то совершенными христианами. Но я сегодня хочу к вам обратиться. Я не обращаюсь к вам с призывами стать совершенными христианами. Потому что, чем больше звучит это, да, вот вы должны быть такими, такими, такими. Вы должны столько-столько-то делать каждый день для Бога. Или вот это, вот это не делать для Бога. И у нас появляется картина совершенного христианина, которому мы должны соответствовать. И мы думаем, мы соответствуем. Моторые у других христиан не соответствуют. Поэтому мы чувствуем, что мы вправе их осудить. Но Иисус говорит, кто из вас без греха? Из без греха первым брось в нее камень. И удивительно было то, что никто не смог сделать это. Это, вы знаете, такой вообще резкий момент, да, когда вот они уже были готовы все убить ее. И никто не смог из них сделать, потому что совесть их обличала. Они понимали, они вдруг поняли, да, как они тоже виноваты. Они не сделали чего-то такого плохого, как она. Но они были виновны. И поэтому мы оказываемся все сами на одной территории, на одной почве, на которой мы не вправе осуждать. То есть мы, если мы хватаемся сразу за слова осуждения и пытаемся все исправить, всех изменить, да, построить, как говорится. То есть мы можем быть, мы можем оказаться виновными в излишнем осуждении. То есть Иаков пишет, да, что вы будьте медленны на гнев. Будьте медленны на гнев, будьте медленны на слова, ибо гнев человеческий не творит правды Божьей. Мы все виноваты в этом. Хочется нам поскорее все. Нам хочется остановить, нам хочется высказать что-то, да. Но Бог говорит, гнев, это твой гнев человеческий, это не Божий гнев. Потому что Божье терпение, да, оно великое, долготерпение. И мы учимся, да, сегодня с вами, да, мы учимся у Иисуса. И когда наш враг, наш сатана, он, после, когда мы падаем и грешим, когда он бросает нас к ногам Иисуса, и он говорит, ты должен, что ты скажешь, что ты скажешь. И так важно, чтобы мы в этот момент просто были перед ним, чтобы мы не оправдывались. Чтобы мы понимали, да, мы виновны. Но мы знали и верили, что мы находимся у ног любви. Любви, которая отделяет наш грех от нас. Мы находимся у ног той любви, которая на самом деле поднялась на крест из-за наших грехов. Что нет, друзья, нет, еще раз нет, и еще раз нет такого греха, который ваш Небесный Отец не может простить. О, как я хочу, чтобы вы это поняли, как чтобы вы в это верили. Что нет такого греха, который мог бы отделить вас от Отца. Нет. Нет такого греха, который Он не мог бы простить в вашей жизни. Потому что Он так велик, потому что так велика Его любовь. И вот в заключении хочу сказать, вы знаете, все, друзья, что делает вас и меня резко зависимым от Христа, от Его присутствия, это все нам на благо. А такие вещи, они происходят сплошь и рядом. То, что делает нас зависимыми, то, что мы, может быть, это какое-то благословение Его, подарок, какое-то откровение, мы сразу чувствуем, как Он близок к нам. А что, если у нас какая-то происходит атака? Может, со стороны сатаны? Если это со стороны людей или мира? Друзья, нам нужно остановиться и сказать «Слава Богу!» Слава Богу, что это меня толкает в Его объятия, в Его присутствии, что я могу признать, что я ничего не могу сделать без Него. И то, на что мы смотрим, как на нечто плохое, на самом деле мы видим, какое благое дело делает с нами наши скорби. Они толкают нас в Его присутствии. Быть зависимым от Него. Друзья, как здорово, друзья, что мы находим реальные удивительные сокровища в наших скорбях, в наших падениях даже. Потому что мы учимся через эти падения раскрывать милость Отца. Апостол Павел, как никто другой, который имел откровение о благодати, когда он говорит о грехе, он говорит, что если мы под благодатью, что тогда нам грешить? Он говорит, никак, римлянам 6.1. Потому что кому, он говорит, вы отдаете ваши тела в рабы, тот и будет вашим господином. И мы, наверное, все вкусили, что такое быть в руках этого жестокого господина. Сколько чувства вины мы переживаем, и страха, и вины, и стыда. И мы, конечно же, мы не без греха. Мы будем с вами падать, мы будем ошибаться. Но я ободряю вас, чтобы вы смотрели на это не как на что-то, за что вам надо теперь отплачивать Богу, и пытаться теперь умилостивлять Его, пытаться изменить его благорасположение к себе своими добрыми делами. Но чтобы вы научились Его сердцу. И более всего, вы научились сердцу Его к другим людям. Чтобы вы не торопились судить. Не бежали судить. Как эти люди, они побежали, осудили эту женщину. А где сказал? Вопрос, я думаю, один из вопросов, где вообще был мужчина? И помните, да, в этой истории Иисус писал что-то на земле. И все спорят, что он там писал. Кто-то говорит, что он закон или благодать писал. Мне кажется, он писал, а где мужик? Где? Где еще один прелюбодей? И это на самом деле еще другая сторона лицемерия была. То есть они привели женщину, а что, мужик сбежал? То есть они его не поймали? То есть ее поймали, а его не поймали? То есть, скорее всего, я думаю, что они покрывали этого мужика. И это открыло еще большее лицемерие. Их лицемерие, да. То есть я считаю, что, конечно же, то, что сделал Бог в этой ситуации, это было вообще без вариантов. То есть осудить ее было невозможно. Хотя она была виновна. И давайте, дорогие друзья, вот практически, да, когда мы переживаем вот такие тяжелые моменты, когда мы проходим через скорбь, когда мы проходим через искушение, и очень часто эта борьба, она происходит внутри нас. Вот это, знаете, может, борьба души, какого-то желания, искушения. Может быть, мы смотрим на самих себя, и мы говорим, какой же я плохой, какой же я несовершенный христианин, какой, может, я ленивый, там, или что-то еще. Или, то есть мы, мы на самом деле, возможно, даже не осознаем, что наш враг, да, его духи, демонические духи, они пытаются нас сосредоточить все наше внимание на нас самих. И как важно, да, чтобы, когда вот это, когда мы ощущаем эту борьбу, внутреннюю борьбу, эмоциональную, душевную борьбу, чтобы мы не просто становились к стенке, и мы соглашались с врагом, и говорили, о, да, я такой, я такой плохой. Или мы смотрим на других христиан, и мы начинаем осуждать их, и мы сравниваем себя с ними. Или мы впадаем в какое-нибудь уныние. Я думаю, что уныние сегодня, да, это тоже большое искушение. Впасть в уныние. Думать, что никто меня не любит, никому я не нужен, и так далее, и так далее. И я хочу, чтобы мы научились, как недавно нас учил братной Уэллс, сын Майкла на одном из своих семинаров, он говорил об этом. И он сказал, что, вы знаете, когда это происходит с вами, когда вот этот внутренний голос вас мучает и говорит вам вот эти негативные вещи, он говорит, запретите ему говорить. Скажите ему, во имя Иисуса Христа, я запрещаю тебе говорить эти вещи в моё сердце. Я запрещаю всяким обвинением. Я запрещаю чувство вины. Я запрещаю осуждение. Я запрещаю этой похоти Я запрещаю этой боли Я запрещаю этому унынию Во имя Иисуса Христа Я запрещаю этому страху Он говорит, что попробуйте сделать это один раз Если не сработает, сделайте это еще раз И скажите во имя Иисуса Во имя Его драгоценной крови Я запрещаю И это то, что мы делаем На что мы имеем с вами право Как сыны и дочери Бога Нам дана власть Быть сынами и дочерями Бога Иисус запрещал демонам Он запрещал им Он говорил им напрямую Почему? Потому что у него была власть Над ними Друзья, вам и мне дана власть Быть чадами Божьими Это не означает, что мы тут Как короли расхаживаемся Мы тут всем, что попало Запрещаем Нет Но мы перед нашим Господом Мы становимся В смирении И мы должны понимать Что Бог дал нам эту власть Для того, чтобы мы смогли Жить в свободе Для того, чтобы мы могли Провозглашать То, что Он сделал Он пришел разрушить дела дьявола 1-я и 3-я глава По-моему, стих 12-14 Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола Вы и я не обязаны Слушаться дьявола Кто-то скажет Я не слушаюсь дьявола А если вы сидите И гнобите себя Бичуете себя Я хочу сказать, что вы слушаетесь дьявола Вы послушны ему А не Богу Потому что Божий голос Голос Иисуса Христа Нашего пастора Это другой голос Это голос, который говорит нам О жизни с Ним О жизни с избытком О жизни защиты О жизни покрова О жизни исцеления Друзья, слава Богу Слава Богу, что у нас есть Это откровение У нас есть эти сокровища Эти жемчужины И я вас ободряю Практикуйте вашу духовную власть Спрашивайте Господа Господи, открой мои глаза На то, что происходит в моей жизни В жизни моих близких Почему это происходит Как ты хочешь Распространять свое царство Свое присутствие Свою истину В тех сферах, в которых я нахожусь Мы хотим видеть Чтобы люди получали освобождение Они испытывали свободу Потому что там, где Дух Господень Там свобода Он хочет, чтобы мы Испытывали, переживали То, кто есть Христос То, кто есть Христос Мы бы пережили Христа Намного глубже Если бы мы верили в слова Тот, кто без греха Первым брось камень Мы бы пережили Христа Гораздо глубже Гораздо чище И ближе И давайте будем молиться Господи, благодарим Тебя Спасибо, что Ты нас собрал здесь Мы верим, что Ты есть наш учитель Мы лишь... Я лишь суфлёр И мы все суфлёры Проповедники Мы лишь суфлёры Для Святого Духа И помоги нам, Господь В эти дни В эти нелёгкие дни В эти дни смуты Или... И разных мнений Научи нас слышать Тебя И знать, что Ты думаешь О всём происходящем Мы верим, что Ты нам дал Святого Духа для этого Чтобы мы могли различать И чтобы Твоя жизнь С избытком Она была переживаема нами Благодарим Тебя за это Слава Тебе, Господь Поклоняемся Тебе Ты живой Ты спаситель Ты наш друг Ты наш пастырь И спасибо, что Ты здесь сейчас И наполни нас сегодня Наполни нас на эту новую неделю И дай нам переживать Тебя Господь Иисус Во всей Твоей полноте и славе Мы молимся во имя Иисуса Христа Аминь Благослови вас, Господь Дорогие друзья И пусть благословит Ваше общение Ваше, может быть, чаепитие Что бы вы ни делали Молитесь друг за другом Поддерживайте друг друга Поддерживайте этот огонь Заботы и любви друг от друга И верьте и знайте Что Бог Любящим Богом Все содействует Ко благу Будьте хранимы Господом И увидимся с вами в четверг Те, кто смогут Давайте, с Богом!